Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события на 28 октября. Поехали! В среду на юг США обрушился ураган Зетта, принесший ветры со скоростью до 175 км в час и большие волны в Луизиан, штат, который неоднократно обрушивался во время сезона сильных штормов. Превратившись в ураган категории 2 по пятибалльной шкале, Зетта усилился во второй половине дня. Двинулся на удаленную территорию возле Кокодри, на юго-востоке Луизианы. Предполагалось, что перед движением к побережью Миссисипи он пройдет по району Нового Орлеана. Было выпущено предупреждение об урагане от Морган-Сити, штат Луизиана, до границы Миссисипи и Алабамы. В дополнение к ветрам и пролинным дождям также предупредили об опасности повышения уровня моря. Ураган станет пятым по счету ураганом, обрушившимся на побережье Луизианы в этом году. Более 100 тысяч потребителей остались без электричества в Луизиане, в том числе 77 тысяч в Новом Орлеане. Через несколько недель после того, как лесной пожар нанес ущерб в нескольких районах южной провинции Хатай, расположенной недалеко от границы Турции и Сирии, во вторник она еще раз пострадала от одного крупного пожара. Пожар вспыхнул в Искандеруне, портовом городе, и стал последним в Сирии из 14 лесных пожаров, вспыхнувших во вторник по всей стране. Было мобилизовано 166 пожарных машин, 15 бульдозеров, 700 рабочих и дроны. Пожар произошел на пересеченной местности с ограниченным доступом. Обошлось без жертв среди населения, но в кварталах возле леса Искандеруны сообщили о разрушении, включая 10 домов и одна мечеть. Продолжение следует... Ну и восточный Квинсленд Австралия обрушились повторно штормы, после того, как в нескольких частях штата всего за час выпала месячная норма осадков. Бюро метеорологии сообщило, что во вторник в Бичмире недалеко от Кабултюра за час выпало 80 мм осадков, а в районе Акпер-Лакьер к западу от Брисбена выпало 70 мм осадков. В некоторых районах северного Брисбена 50 мм осадков выпало всего за 30 минут. Движение транспорта было на время сдруднено. Уровень паводковых вод поднялся до 40 см. В результате ударов в молнии более 5000 домов остались без электричества, а обломки ураганов сорвали 18 линий электропередач по всему региону. В некоторых районах прошел град с разной интенсивностью и размерами от 2 см до 4 см в диаметре. Два ветреных пожара, вынудивших почти 100 тысяч человек эвакуироваться, в округе Ориш, Калифорния, продолжали гореть в среду, выпуская дым и пепел во многие районы Южной Калифорнии. Свирепые ветры Санта-Ана, вызвавшие пожар, во вторник значительно ослабли, и пожарные начали брать вверх после двух дней напряженного боя, защищая подразделения от Йорба-Линды до Лейк-Фореста. В совкупности пожары в Фильверадо и Голобом хребте уничтожили более 11 тысяч гектар земли. Но при этом разрушение собственности было относительно небольшим. Официальные лица предназначально заявили, что 10 домов были повреждены в районе Йорба-Линда, но позже снизили это число до 8. На данный момент пожары сдержаны на 16%. Другие пожары по всему региону, особенно в округе Ориндж, быстро распространились, поскольку в нескольких районах наблюдались порывы ветра со скоростью более 90 км в час. Низкая влажность только усугубляет опасные условия. Нетипичный конец октября для Мексики. Температура упала до минус 2 градусов по Цельсию и в некоторых населенных пунктах выпал снег. Жители муниципалитетов Янос и Асенсион на северо-западе штата Чуауа поделились снимками снегопада, который был снят сегодня утром. Хесус Гарсия поделился фотографиями и видео снегопада, который покрыл большим белым цветом Янош. Муниципалитет известен своими просторными равнинами, где живут такие животные, как бизоны и луговые собачки. В Южно-Китайском море Тайфун Малаве достиг Вьетнама. Он вышел на сушу на участки побережья в центре страны от провинции Куангнам до провинции Биньдинь и ослабевает, движется в западном направлении со скоростью 20-25 км в час. Скорость света на настоящий момент уменьшилась до 100 км в час, информирует Национальный центр гидрометеорологических прогнозов Вьетнама. В городе Куангнам с раннего утра начались сильные бури с проливным дождем. У многих зданий и домов сорвало крышу, на дорогах упало много деревьев. Летают сотни листов гофрированного железа, рекламные щиты, старые деревья также обрушились ветром. Скорость света достигала 90 метров в секунду. Комментируя этот погодный катаклизм, президент общества Красного Креста Вьетнама сказал, это одно из самых страшных разрушений, которые когда-либо видели во многих регионах. Было эвакуировано в безопасные места около 375 тысяч человек. В стране отменены сотни рейсов транспорта, закрыты аэропорты, школы, пляжи для дальнейшего уведомления. По данным властей, по меньшей мере, 2 человека погибли и 26 пропали без вести в результате стихийного бедствия. Сильное наводнение в Южном Судане повлияло на жизнь примерно 800 тысяч человек, оставив их без адекватной еды, воды и жилья. Многие районы в Южном Судане были затоплены с июля, и в то время как уровень рек продолжает повышаться, усугубляя кризис. Потребность медицинской помощи в Южном Судане растет из-за креского роста числа случаев малярии и опасений по поводу вспышек других заболеваний. Местная взлетно-посадочная полоса затоплена, что затрудняет доставку медикаментов или направление пациента в другие медицинские учреждения, когда это необходимо. В настоящее время медицинская помощь предоставляется в наиболее пострадавших районах штатов Верхний Нил, Джанглей, Большой Пибор и Юнити. Наводнения отрезали доступ многих жителей до медицинских учреждений. За сутки на Земле произошло 188 землетрясений, магнитуды от 2,0 до 5,8. Землетрясения магнитудой равной 5 или более произошли в 5 странах, каких именно вы можете видеть на своих экранах. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо вам за внимание и до завтра. Продолжение следует...